В глубинах мирового океана обитает более 30 тысяч видов рыб, а также несчетное количество видов моллюсков, ракообразных и других существ. Ученые до сих пор продолжают открывать и изучать новых представителей подводного мира. Биоразнообразие не может не удивлять. Порой, наблюдая за созданиями природы, ловишь себя на мысли, что некоторые из них будто бы прибыли совсем с другой планеты, настолько у них необычный вид, формы и поведение. Но природа нашей планеты не обделена фантазией и вполне могла создать что-то причудливое и необыкновенное. Познакомьтесь с невероятными морскими существами, похожими на инопланетян, но рожденными и обитающими на нашей планете. Малоротая макропина или бочкоглаз Примечательной особенностью бочкоглаза является прозрачная куполовидная оболочка, укрывающая голову сверху и по бокам и защищающая большие, обычно направленные вверх, зеленые глаза цилиндрической формы. А то, что на первый взгляд на фотографиях живой рыбы кажется глазами, на самом деле являются обонятельным органом. Благодаря особому строению глазной мускулатуры, эти рыбы, не меняя положение тела, способны перемещать глаза из вертикального положения в горизонтальное. В этом случае рот оказывается в поле зрения, и бочкоглаз имеет возможность захватить добычу. Гребневики – морские, свободно плавающие организмы, тело округлой или мешковидной формы. Плавают они при помощи ресничек, собранных в гребне. Гребневики – самые большие среди животных, передвигающихся при помощи ресничек. Их размеры колеблются от нескольких миллиметров до полутора метров. Внешне эта беспозвоночная больше похожа на инопланетный корабль. Их голубоватое свечение предположительно вызвано бактериями, живущими в кишечнике. Почти все из известных видов гребневиков являются хищниками. Эта группа животных до сих пор остается слабо изученной. Расписная каракатица считается ассом перевоплощений. Ее кожа переливается всеми цветами радуги и излучает неоновое свечение, что придает каракатице фантастический вид. Кожа приобретает цвет окружающей среды мгновения ока, покрывается выступами и шишками или становится гладкой, как стекло, в зависимости от потребностей и желаний каракатицы. Из-за внешности неземной красоты моллюск кажется героем забавного мультфильма, однако внешность обманчива. Эта каракатица смертельно ядовита. Ее яд может вызвать тошноту, проблемы с дыханием, сердечную недостаточность и даже летальный исход всего за пару минут из-за удушения. Медуза-цветочная шляпка – красочная, редкая разновидность медуз, обитает у берегов японских островов. Окрас медузы может быть светло-желтым, голубоватым, фиолетовым, красным или почти белым, но все они имеют тонкие, темные, непрозрачные полосы на куполе. Большую часть времени она проводит в зависимости над морским дном. В спокойном состоянии ее длинные щупальца с кончиками розового цвета завиваются в причудливые локоны. Питаются медузой-шляпки мелкими рыбами, а иногда и друг другом. Для человека ее укус довольно болезненный, однако не смертельный. В классе лучеперых рыб есть чудесное и необычное создание – морской конек-тряпичник, который больше похож на кружевную салфетку. Внешне коньки выглядят словно развивающиеся на ветру ленточки из-за отростков, похожих на морские водоросли. Отростки помогают в маскировке, при охоте на креветок и при защите от врагов. Ротовое отверстие напоминает трубочку. Это безобидное и очень спокойное животное – самый настоящий хищник. За день оно способно проглотить до трех тысяч креветок. Морские коньки-тряпичники взяты под охрану, и официальный отлов их запрещен законом. 4. Медузы отряда корона медуз имеют относительно маленькие размеры, обитают на глубине от 1000 до 4000 метров, куда не проникает солнечный свет. Корона медуза внешне очень похожа на НЛО, из-за кольцевой бороздки на внешней стороне зонтика, которая разделяет его на центральный диск и корону, откуда и название отряда. Корона медузы могут излучать свет в полной темноте океанических глубин для приманивания добычи к щупальцам. Яд стрекательных клеток некоторых из них очень опасен для человека. Актинии или морские анимоны – крупные коралловые полипы, имеющие мягкое тело. Своё второе название – морские анимоны – они получили за необычайную красоту и внешнее сходство с цветами. Актинии – одиночные полипы, но в благоприятных условиях они могут образовывать большие скопления, похожие на цветущие сады. Актиния венерина мухоловка была названа в честь насекомоядного растения из-за похожей формы и способа питания. Она складывает свой диск пополам, поймав еду в ловушку и переваривает её ртом, расположенным в центре. Луна-рыба является самой крупной рыбой в мире, уступающая по размерам только китовой акуле. Средний размер взрослой особи – 2-3 метра в высоту, вес – около 1 тонны. Форма тела или круглая, слегка вытянутая, при этом с боков тело уплощено. Самое удивительное, что у рыбы нет хвоста. Его заменяет лопасть, лишенная мышечной системы. Несмотря на колоссальные размеры, эти рыбы очень миролюбивы, флегматичны и беззащитны. По плодовитости самки луна-рыбы не знают себе равных, каждая может выметать до 300 миллионов икринок. Луна-рыбы – это удивительные и малоизученные представители водной фауны. Обыкновенный рогатый кузовок – очень красивые рыбки всевозможных расцветок и обязательно в крапинку. Имеет две пары рожек на голове и около хвоста. Ведет одиночный образ жизни. Голова и тело кузовка покрыто костным панцирем. В случае опасности, атакованная рыбка покрывается ядовитой слизью и выбрасывает в воду сильный яд. Питаются кузовки, выдувая мелких беспозвоночных из грунта струей воды, выпущенной изо рта. Несмотря на ядовитость рыбки, жители Тихоокеанских и Антильских островов употребляют их в пищу, поджаривая наподобие каштанов прямо в панцире. Голожаберные – это брюхоногие моллюски, у которых полностью отсутствует раковина. Эти животные невероятной красоты форм и окраски. Повстречав их под водой, так и хочется к ним прикоснуться, но большинство из них вооружены ядовитой слизью и жалящими нитями. Голожаберные моллюски – вечные кочевники морского дна. Они постоянно в движении в поисках пищи, и дома у них никогда не бывает. Конечно же, это не все животные неземной красоты. В следующем ролике мы продолжим знакомить вас с уникальными морскими обитателями-пришельцами. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!